Смотри, вообще из всех маньяков, из всех палачей самое опасное это те, которые вдруг в какую-то минуту начинают считать себя докторами, спасителями человечества. И вот нам всем, я полагаю, сказочно везет, что мы живем в обалденную эпоху торжества абсолютного зла. Когда вот именно это свершается, когда маньяки начинают ощущать себя докторами. И мы, в общем, видим, как это зло торжествует, и мы все уже на этом эшафоте. Все, абсолютно. И менять ситуацию некому. И теперь надо уже, конечно, не скулить и не жаловаться, а в лицо палачам и могильщикам только смеяться. Ну, чем, собственно говоря, мы и занимаемся. Вот в будущий, и возможно, возможно, я не знаю, что там еще встанет у Кремля, да, возможно, неизбежной войне русско-украинской, Россия будет воевать, надо понимать, только за одно. За звание страны-преступницы, за звание полного изгоя, за звание полного и невменяемого агрессора, нуждающегося в строгой международной изоляции и внешних полицейских мерах. Вот это то, за что будет воевать Россия. Это не романтика добровольного полуудаления от мира, такого вот красивого схимничества, что мы тут исполняем некий секретный наказ, который вам всем неведомно в вашей Гееропе. Нет, это просто вот на манер Ирака предвоенного до того, как туда вошли американцы. Мне просто повезло, я как раз там был в Ираке сразу, когда заканчивалась война, я видел, что такое настоящая изоляция. И надо понимать, что в России, если настоящая изоляция придет, не будет не только нормальных компьютеров, не будет даже Жигулей, не будет самолетов, потому что все либо комплектующие, либо те станки, которые эти комплектующие производят. Вот этого не будет ничего. Я уж не говорю там про всякую Дольче Габану, Бальманы, лекарства, фильмы, то есть еще и... Да, 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 Оль, да. То есть прибавится ко всем радостям еще и откровенное одичание, то есть будут попы Зои, 24 часа в сутки попы и Зои, ну и будут союзники там типа Мьянмы, Нигерии, но они кроме пальмовых листьев и усиленных до спида нам ничего... И ракушек, может быть, да, ничего предложить не могут. Вот, правда, единственное утешает Северная Корея. Северная Корея тут внезапно может порадовать и приготовила кое-что утешительное. Там, ты знаешь, да, там фабула была пересказана в программе «Наповал», которая идет в воскресенье моей на YouTube-канале, что веселый вполне Ким Чен Ын, он сообщил своему населению, что, ребята, приближается голод, что умрет примерно 3 миллиона населения, ну так уж получилось, да, по разным причинам, но что, в принципе, это фигня, и он тут же всех утешил. Вот чтобы эту загладить неловкость спокойниками, он открыл стратегический секрет, который заключается в том, что Северная Корея построила подводную лодку немыслимых размеров, немыслимого водоизмещения, и сейчас Северная Корея просто ищет где-нибудь море, в котором эта подводная лодка может поместиться, потому что пока, в общем, ни одно море не подходит. И как только это море будет найдено, хоть какое-нибудь, Северная Корея не будет иметь в этом море уже просто никаких конкурентов, никто не поместится больше. И свою политическую и духовную близкую сестру Россию выручит из абсолютно любой задницы, из любой ситуации. Это вообще сейчас все кажется нереальщиной, Но, Оля, пять лет назад практика повальных арестов, наличие большого количества политзаключенных, тайных ГБшных отравлений, синих трусов, бесконечных дел про измену Родине, беспредел Росгвардии, все это тоже казалось фантастикой. Ну, никто не ожидал. Не скажите, все-таки с того момента, когда в 2014 году все, наконец, осознали, что Россия воюет с Украиной, уже многие иллюзии, по-моему, пропали, нет? Пропали-то многие. Я говорю о соображающих, а не пропадающих. Пропадающие меня не волнуют, потому что они пропадают. Меня волнуют те, которые остаются и сохраняют способность соображать. Вот смотри, режим, до него сейчас начинает доходить, что верить, доверять нельзя никому. Даже тем, кто демонстрирует какую-то внешнюю формальную лояльность. Сегодня Минюст сообщил о том, что планируется создание мест заключения нового совершенно типа, новое слово в тюремном искусстве. Это будет симбиоз СИЗО, следственного изолятора, и зоны. Каждый на три тысячи мест. Вот такая же сеть, как лента, как пятерочка, но этого будет очень много. Но санаторно-курортная такая. То есть мы поместимся там все. Это уже такие вполне себе концлагеречки, без каких бы то ни было прибавочных радостей. Но для страны, которая готова принять титул страна-преступник, с нескрываемым удовольствием, это вполне объяснимо. И если Россия выиграет в результате войну с Украиной, ей этот титул, конечно, я уже говорил, обеспечен. Если проиграет, то обеспечен тоже. И исход войны никакой роли не играет, потому что надо понимать, что вот на Украине при любом раскладе сконцентрируется вся жалость, все сочувствие всего мира. Да, вот окровавленная, опаленная, она будет фигурой номер один мирового пейзажа долгое время, может быть, даже там, не знаю, целый месяц. Вообще, честно говоря, я не понимаю, а что мешает ДНР и ЛНР переселить? Такие есть чудесные места. Есть Тундра, есть Забайкалье. Кабаны там не знают украинского языка, никогда не оскорбят слуха ДНРовцев и ЛНРовцев. Там вкусные шишки. Вот сейчас аккуратнее с Забайкальем. Сергей Самойлов из Читы пишет нам, а Чита – это столица Забайкалья, если кто не в курсе. Ну, оно огромное, оно огромное. Там поместится такое образование. И смотри, там же, благодаря тому, что действуют еще некоторые целлюлозо-бумажные комбинаты, там русский дух, там Русью пахнет. И там будет где подышать всем этим наследникам Моторолы полной грудью. Там не висят на деревьях распятые мальчики, не летают украинские беспилотники. То есть это вполне могло бы быть таким счастливым анклавом. Ну, мы сейчас позволяем себе ерничать, хотя обязаны понимать, что реальность войны и войны страшная, абсолютно велика. Вот тут прошла забавная очень проверка боеспособности российской армии. Внезапная. Это было локально, это было, скажем так, очень точечно, но это было очень красноречиво. Это произошло здесь, в Петербурге. Шел взвод курсантов Петербургского военного училища. Все отличники боевой, политической и прочей подготовки. Они встретили трех веселых кавказцев. Три веселые кавказцы избили взвод. 30 человек. У курсантов перелом шейных позвонков, разрыв мягких тканей живота и так далее, так далее. Ну, а кавказцев, разумеется, ищут. Это разговор о мотивации и о готовности, о способности драться. Причем, вот приятно, если все это произойдет, такой вот иракский вариант, то нас уже не будет никогда беспокоить, как нас воспринимают, каждого из нас, как нас воспринимают за границей, уже не придется объяснять таксистам, что вот да, я из России, но я не фашист, не переживайте. И я не буду вас травить. Да, а у меня нет новичка с собой. Невыездными станут все, поэтому переживать не надо. Да, никто и не переживает, уже все невыездные. У нас, по-моему, сейчас этот вопрос не стоит. Нет, ну сейчас невыездные как бы по уважительной причине. Потом, конечно, красавица Набиулина оденет свою последнюю брошку и никогда ее больше не снимет. Я сейчас объясню, почему я про брошку. Дело в том, что Набиулина очень давно общается с посвященными людьми, но это уже не секрет, с помощью брошек. Она подает тайные знаки, у нее есть воркующие или топчащие друг друга голубки, есть симбиоз жабы с гадюкой, есть нападающий ястреб на этих брошечках. Но вот там, например, совокупляющиеся жабы обозначают, что борьба за рубль еще ведется. Долгая работа по откату на 8 копеек. Нужно демонстрировать это биение рубля и доказывать, что он жив, хоть в каком-то виде борется за жизнь. Если ястреб, то это значит, что Центробанк присматривает себе новую цель среди коммерческих банков. Вот вы злой, Александр Глебович. Может быть, на самом деле Набиулина хочет сообщить, что ее держат в заложниках? Я злой. Да, и вы все брошки неправильно трактуете. Ну, ты знаешь, главная брошка, она еще пока не применялась. Но мы понимаем, что в какой-то момент Центробанк, как и все остальное, накроется этой брошкой известной формы. Но это вот как раз произойдет в случае войны. О том, как будет выглядеть эта брошка, я оставляю на усмотрение каждому, на фантазию каждого.